Здравствуйте! В эфире телерубрика журнала Деник Садовода Огородника и я ее ведущая Наталья Плужникова. Сезон посадки плодово-ягодных культур в самом разгаре и сегодня мы с вами поговорим о посадке Крыжовника. Ну а для начала расскажу вам о том, что предстоит сделать саду и в огороде в ближайшее время. В саду нужно произвести влагозарядковый полив деревьев и кустарников. Воды рьют в пристворные груки специально подготовленные для полива скважины. Важно промочить почву на глубину залегания корней. Если грядки с земляникой расположены на возвышенности, то растения следует накрыть стружкой, опилками, лапником или другим укрывным материалом слоем до 15 сантиметров. Пора выкопать лук-порей. После выкопки перья отрежьте, оставьте кончик до 20 сантиметров, подрежьте корневую мочку, свяжите лук в пучки и уберите на хранение в сухое и темное помещение. Наведите порядок на участке, сгребите опавшие листья, соберите засохшие мумифицированные плоды и прочий мусор и сожгите его, чтобы грызунам и вредителям негде было прятаться. Ну а еще больше полезной информации о дачных работах в это время вы найдете в 18 номере журнала дневник садовода Огородника. Спрашивайте его в киосках продажи прессы и в магазинах лесодоводов. О правилах посадки крыжовника нам расскажет Надежда Ивановна Назарюк, ведущий научный сотрудник исследовательского института имени Лисовенко. Сегодня мы будем проводить посадку саженцев крыжовника. Наш саженец крыжовника находится в прикопке. Нужно для этого выкопать лопатой аккуратненько, чтобы не повредить корни. И переносим к посадочной ямке. Саженец выкопали, теперь можно приступать к посадке. Перед этим мы выкопали, подготовили посадочную ямку, настолько широкую и глубокую, чтобы в ней свободно уместились корни в ямке. И земля должна быть рыхлая. Саженец крыжовника мы располагаем прямо, в отличие от смородины наклона, а крыжовник прямо, и вот так. И заглубляем его от корневой шейки на 5-8 сантиметров. От условной корневой шейки на 5-8 сантиметров можно заглубить. И приступаем к посадке. Поставили саженец крыжовника прямо и начинаем присыпать землей. Присыпаем корни, затем польем. Когда земля сухая, то обязательно полив. Особенно, когда сухо. Если земля очень влажная, то полив не обязателен. Обязательно нужно присыпать, потом уплотнить и полить. Саженец делаем более заглубленную посадку. Для чего? Чтобы быстрее сформировался куст. Быстрее будет куст и получите урожай хороший раньше. Саженца крыжовника осенняя посадка тем хороша, что с осенью успевает окорениться и будет лучше зимовать. Потому что культура крыжовника менее зимостойкая, чем смородина. На зиму еще можно крыжовник укрывать или пригибать. Так, мы с вами посадили саженец крыжовника. Земля у нас не очень влажная, так что можно полить. Полить, притоптать и полить. Поливайте. С центра куста можно полить. Полив делается, чтобы саженец не высыхал. И еще земли присыпать и уплотнить. Чтобы не было пустот, чтобы саженцы крыжовника не высыхали. И еще сверху можем присыпать землей. Вот так вот. И можно еще уплотнить, притоптать. Так вот. Если сильно обильный полив, можно немного подождать, чтобы вода впиталась хорошо. И еще присыпать. Так вот. Вот так вот. Это мы с вами посажали кустик крыжовника. Сорт радужный. Крыжовник обрезку не обязательно обрезать. С вами была Наталья Плужникова, главный редактор журнала «Дневник садовода Огородника». Если у вас есть вопросы, связанные с выращиванием растений, обращайтесь к нам в редакцию по телефону 722-013. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова